Все наши предки, все наши общие предки были хасторезами. Это одна из древнейших профессий на Земле. Отсюда человек никуда не уходил. Он здесь жил 45 тысяч лет назад. Ну, надо мелодию подбирать. У нас много-много всяких открытий. Может быть, еще самое интересное открытие еще будет предстоить нам. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь лет 15 тысяч лет назад бегали мамонты, шерстистые носороги, древние бизоны. Не просто бизоны, а были короткороги и длиннороги. Это очень крупные такие животные, травоядные. И они паслись практически на одних паспищах. Советский энциклопедический словарь говорит, что мамонт уничтожил человек свой. Это, конечно, смешно, потому что мамонты встречаются по всей Сибири, до Новосибирских островов, даже на этих Новосибирских островах. А дорог никаких не было. Ну, это катаклизм был просто. Охотились наши предки очень редко на мамонта. Очень редко этого единичные случаи. Это умнейшее было животное. Это же семейство слоновых. Никогда не бросали своего сородича, который попал вот именно в какую-то беду. И помогали ему. Это очень-очень высокоразумное существо было. Николай Перестов – краевед-собиратель, мастер по художественной обработке бивня мамонта, руководитель студии-мастерской косторезного искусства «Архаика», организатор первых в регионе антропологических выставок и единственный пока в Омской области заслуженный мастер художественных промыслов. Я очень с детства любил лепить из пластилина. Я мог часами лепить, сидеть в уголке где-нибудь там, молчать, излепить. Вот, ну, он, наверное, это дал толчок. Потом я попросился, чтобы родители мне отдали в детскую художественную школу, которую я закончил. Это первая художественная школа наша на набережной. Ну, а потом соответствующий наш вот граф и встреча с моим учителем Виктором Степановичем Синицким, заслуженным художником России. Ну, и ряд таких вот поездок на Ямал, Полярный Урал, где я встречал бивень мамонта, смотрел, как местные жители, аборигены, ненцы, ханты используют его в жизни. Там, на рукоятке от ножей делали, там, вплоть до пуговицы, там, и так далее. Ну, и это меня очень сильно заинтересовало, и я вот как-то приобщился к этому ремеслу. Ну, вот. Кстати, вот это вот тоже палеонтология, это древний олень. Тут даже видно, видите, какое он время. Она очень твердая, она тверже мрамора. Ну, так как кость, она более податливая и функциональная, то есть это вот мы сейчас делаем какие-то миниатюрные скульптуры, там, и так далее. А вообще ее раньше-то использовали и ножи делали, и скребки, и что-то... И амулеты, и обереги наш предок. Ну, вот такая вот материнство практически тема. Бивень мамонта – это такой материал очень-очень... Он капризнее намного любого дерева, любого вообще. И очень сложный в обработке. И много-много всяких секретов. Ты можешь замочить на сути, а потом ты его можешь как штифелем резать, как вот твердое, но податливое. Здесь сухой воздух очень, зимой тепло, и это увлажняет немножко. И вот он пять лет пролежал, а потом бац, треснул. То есть до такой степени плотный материал, что он сохнет в руки долго. Он не бьет, там, вот как дерево, там, ну, милуется, замиловывается. От доступа кислорода какого-то там, это тысячи лет же, тысячи лет. Мамонт – это очень теплый материал, очень теплый материал. Не зря наши предки любили его и делали из него не только различные там свои какие-то фигурки, а еще и амулеты, обереги. Достойный такой материал, который требует своего особого отношения. Вот это вот, значит, такая композиция, называется «Следы». Вот это вот мой след верхний, а это собирательный образ нижний. Можно так сказать, что мы вот наследили или заступили на человека прошлого. Это укоризна какая-то может быть, а может быть какая-то другая философия. Ну, кто как понимает? Дмитрий Савиславович, можно спросить у вас. Найдем мы в этой экспедиции бивень или хотя бы череп мамонта или шерстистого носорога? Должны, места хорошие. Ну, я такой же оптимист, несмотря на простуженное горло, шейный хондроз, сердечную аритмию и так далее. Ну, что-нибудь найдем. Можно и увязнуть, однако. Что, нашел что-нибудь? Да, есть. Как бы не хищник, посмотреть нужно будет потом. Я за свою жизнь объездил всю Омскую область, практически побывал во всех районах. Когда вот вода падает, мы по речкам ходим. И это только вот тут, где инфраструктура есть, где дороги есть. Чуть-чуть, 2-3 километра в сторону, и там тайга, речки, которым даже названия нет. Реги помогают прорезать как раз вот эту нашу земную поверхность до определенного уровня, когда вот это было 15-20, там и 25 тысяч лет назад, и даже больше. Я могу даже по карте определить. Повороты рек, понимаете, скорость течения, когда подмывается яр, там берег такой-то, такой-то, иногда на левом берегу, иногда на правом. Может быть, это быть Иртыш, может быть, это Ом, может быть, это Тобов. И в зависимости от того, какая в этом году, допустим, большая вода или маленькая вода, это все очень сильно влияет. Вот, пожалуйста, челюсть, фрагмент челюсти мамонта. Сейчас буду поднимать. Мамонт! Нифига себе! Это уже, скорее всего, шертистый носорог. Да, лопатка. Лопатка, да? Что такое взять кость, допустим, из воды? Она же очень тяжелая. Бывает 50-60 килограмм. Потом, когда она уже высохнет, там, тот же бивень, допустим. Вот. Он в 2-3 раза тяжелее. Вообще бивень мамонта, он с колбастей, у нас же нет вечной мрозглоты, он, как правило, не сортовой. Редко-редко, когда хороший бивень попадается, это хороший консервант, какой-то глина, там, допустим. Но в этом-то и прелесть, потому что он окрашивается совершенно разные цвета. Называется с добычей, возвращение. Ну, молодцы, ребятишки. Не упасть. Молодцы, лопатки тут. Вот интересная находка во время экспедиции. Две половинки фрагмента черепа пещерного льва. Одну половинку я нашел, ну, не буду говорить, лет, допустим, там, 7 назад в Знаменском районе. И через год, полукилометра от этого фрагмента, другой фрагмент пещерного льва нашел Бондарев, мой палеонтолог моей студии. И статьи были в Омске, несколько газет написали про это. А потом, когда мы совершенно случайно сложили, значит, их, оказалось, что это две половинки одного черепа. Вот, одного черепа. То есть, ну, время, время и река разбросали их. А может быть, какие-то животные. Наш регион до такой степени еще кладезь всех находок. Просто надо больше, больше быть таким энтузиастом в любом деле. У нас много-много всяких открытий. И, может быть, еще самое интересное открытие предстоит еще нам. У меня много всяких экспедиций, я их называю по-разному. Вот у меня такая была какой-то год, 2009, чистая экспедиция. Почему я назвал ее чистой? Потому что очень часто мылись в бане. Потому что иногда просто погода была плохая. Дожди, дожди. Хоть бы мы и в дождь ходили, и в плохие погодные условия мы ходили. Приехал человек из Франции, попросился, я его взял. И машина подошла, мы жили на съемной квартире, ну, в нескольких местах. Человек 10 нас было. Я говорю, ну, все, собираемся, поехали. Куда? Мы же, это же ливень, это же просто туберкулез. Сейчас зайдем в магазин, я тебе клюенку куплю специально. Будешь в клюенке ходить. Конечно, лишения какие-то, невзгоды там какие-то, мы претерпеваем. Есть палатки там, есть, ну, стараемся, чтобы все-таки, у меня большей части молодежь, я их берегу ее. Если мы переправляемся на лодках, я свой спас-жилет всегда одену на своего судийца, а сам уж как-нибудь. Ну, по низу можно пройти, по верху пройти, там, тропинку я натоптал, идите, идите, параллельно. Молодых я всегда беру в экспедиции на день, на два. Не на две недели, потому что непонятно, молодые, надо же их посмотреть на них, как они себя поведут в такой спартанской обстановке. Есть, вот идем мы, повертышу, а есть такие подводные ручейки, так вот и бежишь по берегу, и можешь провалиться по поясу, или даже больше. Без посторонной помощи я много раз пробовал, тяжело выползти, можешь целый час потратить, чтобы вылезти. И вот у меня провалился один очкарик, очки у него, и кричит, ой, помогите, спасите. Я говорю, подожди, а я с камерой. Я говорю, подожди, Сань, сейчас я тебя сниму, а потом буду тебя спасать. Он уже вот так, он где-то. А то, говорю, говорят, что-то я дорого за эти изделия, пусть хоть знают, как бивень-мамонта достается. Санкт-Петербург и черри побыли, которым полторы тысячи лет, представляете? Вот мы знаем, что мы ничего не знаем про наше прошлое. И вот как раз прошлое, оно-то меня заинтересовало, и мы вот не зря назывались архаикой, потому что здесь люди жили много тысяч лет назад. Как они жили, какой у них был уклад? Вот, допустим, Устишимский район, там, где была находка знаменитая сейчас на весь мир, Устишимский человек, мы оказались вроде бы вот, можно сказать, это не Окунево, не пуп земли, но что-то вот все-таки ближе к пуповине, потому что когда радиоуглеродный анализ этой находки подтвердился, 45 тысяч лет, представляете, что тут самая северная находка в мире, самая полная ДНК в мире, человека разумного, нашего вида. И никто не предполагал, что он на севере здесь. Одна треть всех северных народов, ханты, манси, там, селькупы, там, зиряне, там, они, имеют ДНК нашего Устишимца. Представляете, это говорит о том, это не я говорю, это ученые говорят уже, что отсюда человек никуда не уходил, он здесь жил 45 тысяч лет назад. Когда появились статьи с автором Сайси и Лечи, это ведущие мировые научные журналы, конечно, то есть признание того, что Омск сейчас является вот таким вот местом, где найден самый древний хомосакмис на земле. Но сейчас это тоже нам боком вылезло, потому что все местное население, безработные, дети, сейчас собирают все кости по сараем, по гаражам, ты можешь лет 5-10 туда точно не приезжать. И вот эти вот ступки, которые я собираю, я не в деревнях практически беру, потому что в деревнях-то уже ничего не осталось, все на металл, он сдали, как это, печально. А покупаю где-то в других городах, за границей, когда бываю, там, оттуда привожу, с Урала очень много, с Москвы на рынке в Измайлово я нагружаюсь ступками и еду, лечу сюда. Их около 200 здесь, и они различные ступочки. Большей частью, конечно, это Россия, но есть и Англия, и Швеция, и Шотландия. Я периодически выставлял несколько раз, делал выставки этих ступок. Некоторые ступки имеют свою легенду, некоторые были мне подарены. Я знаю, откуда, кто и как. Недавно мне прислали ступку из Соединенных Штатов Америки, и она ничем не отличается по форме от нашей чугунной уральской ступки. Ну, один к одному. Но если сравнить ее по весу, то она в три раза легче, чем наша уральская, российская. Мне тут как-то один чиновник приехал и говорит, а что это у вас тут ступки стоят, отдайте их в музей. Я говорю, а почему я должен их в музей? Ко мне тоже экскурсии приходят, я их люблю, я их собираю. Вообще ступка, она незаслуженно забыта. За тысячелетия, она тысячелетия служит человеку. В отличие от самовара, который 200 лет всего на Руси у нас. Ну, надо мелодию подбирать. Вот здесь вот у меня утюжки. То есть их немного у меня, порядка 70 утюжков различных. Большей частью это наши утюжки, угольные, литые. Ну, есть вот такие всякие различные утюжки, которые мне дарили. Значит, ну вот, вот это вот с Нью-Йорка мне привезли. Вот. То есть принцип вот такой вот. Нагревается, их несколько штук, потом это защелкивается. И всякие рюшечки можно там с ними. Вот очень интересный утюг в форме кита. Вот видите, да? Вот там вот бронзовый французский утюг. Вот это вот немецкий утюг. То есть, ну, мне больше греют, конечно, наши утюги. Они российские, уральские. Вот это вот окружение мастерской, оно не случайно. Оно настраивает студию учеников на какие-то творческие потуги. Мне часто говорят, что попадая к Николаю Васильевичу, мы не замечаем, как проходит время. Ты зашел сюда утром, а вышел вечером. То есть это как черная дыра. Но, в принципе, в чем-то они правы, потому что здесь очень много вещей, которые по времени имеют 200 лет, 300 лет. И рядом с этими вещами, конечно, человек как-то по-другому себя ведет и помогает. То есть время бежит очень незаметно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все наши предки, все наши общие предки были касторезами. Это одна из древнейших профессий на Земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я когда увлекся своей родословной, увлекся я сразу же после армии своей, почему-то начал расспрашивать своих предков, ездить по родственникам, переснимать фотографии. И я с удивлением узнал, что мой прадед и прапрадед были знакомы с путешественниками и ученым нашим проживальским. Вот когда я беру с собой ученика какого-то, беру в студию, я ему конкретно говорю, узнай, кто твои предки, потому что я хочу учить человека, который знает, откуда он, кто его дедушки, прадедушки и так далее, что я не хотел бы, непонятно, кого учить и зачем. Вот. И пытаюсь ему это все объяснить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне какое-то время, очень долго, лет 10 назад звали в Канаду, как профессионала своего рода. Увидели там мои работы на ПМЖ, на постоянную, но я не мог. А не мог, почему? Потому что здесь мои прапрадеды сюда приехали, в Сибирь. Вот нельзя все это бросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Омск я ставлю на первое место, потом у меня идет Тобольск, сосед наш, потом Питер, потом Москва. Я очень хорошо знаю Омскую область, там такие интересные, красивые места есть, обалденные. Если бы показать фотографии, никогда не сказали бы. Там и водопады есть у нас всякие. Есть источники горячие, там зимой приезжаешь, 37 градусов. Ничего никто не знает. И такие вот, и были раки всякие, и такие еры, там по 50, по 60 метров высотой. Обалденный ландшафт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова